Белорус прислали из города Минска, есть близкий человек, который живет в России, спрашивал свою подругу, православна ли она, и какое имя дали при крещении, ответила, что здесь вот Яна, в православии такой имени нет, и ей при крещении дали имя Анна. Скажите, пожалуйста, могу ли я за нее подавать церковь на треба здравия с Белорусской православной церкви, ведь нету разницы между Белорусской и Русской православной церковью, хочу не только, чтобы в церквях молились за нее, но и сам, пролить свою любовь на расстояние, кем акафистам, кем молитве в церкви и дома мне молиться с любовью за нее, спасибо за ответ. Я хочу вам сказать о том, что Белорусская церковь является частью Русской православной церкви, она называется Белорусский экзархат, но в составе юрисдикции Русской православной церкви Московского патриархата, поэтому, конечно же, это одна церковь, и белорусская, и российская, но даже если бы это была другая поместная церковь, любая из 15 православных церквей, греческая, грузинская или сербская, или иная какая-то, румынская, то мы можем молиться и подавать в церковь всех членов этой церкви, крещенных в любой православной церкви. Вы спрашиваете, как за нее молиться в кирейных молитвах, чтобы провести любовь свою, но обычно мы что-то именно вымаливаем, когда молимся святым, и даже приписываем некую специализацию, то есть такому-то святому молиться о том-то, такому-то о том-то, но это неправильно, потому что святые, они молятся и имеют дерзание к Богу, помогают нам во всех вопросах абсолютно, и у них нет специализации, что этот святой, например, может только здоровье ходатайствовать, а там, скажем, о замужестве или брачных каких-то семейных проблемах нет, а этот, наоборот, об имуществе, о путешествиях может помочь, помолиться Богу за тебя, а там, помочь в каких-то семейных делах нет, нет. В любом святом можно молиться обо всем абсолютно. Кому конкретно вам молиться? Молитесь, Богородица, читайте Акафист, взбранное вводе победительное. Матерь Божия имеет вере в дерзновение к престолу Бога и ходатайствует от нас грешных. Помоги вам Господи. Продолжение следует...